Активизация торгово-экономического взаимодействия Зауралья и Белоруссии, экспорт продукции и предприятий нашего региона – эти и другие вопросы стали темой заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Курганской области. Заседание провели губернатор Алексей Кокорин и министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Александр Терехов в рамках визита зауральской делегации в Минск 12 октября. Безусловно, официальные визиты правительства Курганской области в Республику Беларусь придают дополнительный импульс к двусторонним отношениям. Хочу отметить, что данный визит особенно важен для нас, так как в этот период состоится подписание плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительством Республики Беларусь и правительством Курганской области Российской Федерации. Глава Заураля поблагодарил представителей Беларуси за радушный прием и подчеркнул, что многолетний опыт внутрисоюзной кооперации между Россией и Беларусь способствует укреплению торгово-экономических отношений наших стран. В 2015 году по объему внешней торговли Беларусь занимает третье место среди зарубежных партнеров Курганской области. Я хотел бы отметить, что предыдущий визит 2015 года уже дает соответствующие результаты. Я думаю, что мы коротко сегодня при нашей усторонней рабочей комиссии уже отметим наши позитивные направления. Хочу сказать, что по сравнению с 2015 годом у нас уже по итогам 8 месяцев практически в два раза вырос товарооборот и составляет свыше 20 миллионов долларов США по товарообороту. В обсуждении результатов работы в 2015 и 2016 годах вопросов взаимных поставок промышленной продукции и сотрудничества в сфере производственной кооперации, агропромышленном комплексе, а также строительстве и здравоохранении, помимо Алексея Кокорина и Александра Терехова с зауральской стороны приняли участие заместители губернатора Курганской области Сергей Пугин, Сергей Чебыкин, Нияз Юсупов, Александр Константинов, Александр Карпов и руководители предприятий региона, которые вошли в состав делегации. У нас были совместные встречи в рамках 19-го Петербургского международного форума, в рамках Шадринского инвестиционного форума, вот Станислав Иосифович переговоры это проводил. Наряду с торгово-экономическим сотрудничеством мы осуществляем также и взаимодействие в социальной сфере на научно-практической конференции, вот Елизаровские чтения, которые ежегодно проходят, очень такая важная и хорошая делегация из Беларуси у нас. Присутствует молодежный бизнес-лагерь, 15-16 год. Наши ведущие отрасли это машиностроение и металлургия и производство металлоизделий. На их долю приходится около 40% общий объем промышленного производства, всего же доля обрабатывающих производств составляет 75%. Это наш потенциал. Научно-производственный потенциал ведущих предприятий области также дает возможность нам говорить о будущем развитии. Это предприятие Курганмашзавод, Курганский автобусный завод, Варгашевский завод противопожарного оборудования, Курган-Дурмаш и другие предприятия представлены в этой части. Глава Заурали отметил, что в Курганской области широко известна продукция белорусского производства – тракторы и комбайны, сельскохозяйственное оборудование, оптические инструменты, мебель и другие товары. В свою очередь, ведущие зауральские предприятия поставляют в Белоруссию фармацевтическую продукцию, оборудование для медицинской промышленности, изделия из черных металлов, каучука и резины, насосы, подшипники, радиаторы, кондитерские и мучные изделия. Однако потенциал для расширения сотрудничества остается достаточно широким. Заурали занимают лидирующие позиции в России по выпуску пожарных машин, антибиотиков, мостовых металлоконструкций, автобусов, коммунально-строительных машин, а также по производству на душу населения зерна, овощей, молока и картофеля. По итогам заседания совместной рабочей группы губернатор Алексей Кокурин и министр жилищно-коммунального хозяйства Белоруссии Александр Терехов подписали протокол, в который включены принятые решения и прозвучавшие предложения взаимодействия. Протокол является неотъемлемой частью плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительством Курганской области Российской Федерации и правительством Республики Беларусь на 2017-2019 годы, который также планируется подписать в ходе визита. В частности, в протоколе дано поручение Министерству промышленности и Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь совместно с Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области проработать вопросы по продолжению сотрудничества общества Курган-Дурмаш с белорусскими производителями, поставки комплектующих из Республики Беларусь, возможности поставок, выпускаемых Варгашинским заводом противопожарного и специального оборудования, автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для тушения лесных пожаров, а также продукции предприятия «Бентизол» и «Курганские прицепы», экспортировать свою продукцию в Заурале готовые белорусские предприятия. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области предстоит совместная работа по увеличению объемов взаимных поставок мясомолочной продукции, рассмотрению возможности предоставления 25-процентной скидки за уральским сельхозтоваропроизводителем на технику, произведенную на территории Белоруссии, и расширение перечня кредитных организаций по программе льготного аккредитования на ее приобретение. Также в протоколе прописаны поручения по сотрудничеству в сфере взаимных поставок медицинских препаратов, оборудования и оказания медицинских услуг, предложения по оздоровлению и реабилитации жителей Белоруссии в санаториях Курганской области, в том числе в санатории озера Медвежье, где для процедур используется грязь, свойство которой не уступает свойствам грязи всемирного известного моря. Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Елизарова готов к совместной научной деятельности с белорусскими коллегами. Светлана Епифанова, Александр Немков, информационное агентство Курганру.